В эфире городские новости в студии Надежды Русяева. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. Безопасность детей в школе. В Мордовии пройдет комплексная проверка соблюдения мер безопасности в учебных заведениях региона. 380 лет со дня основания Саранска к праздничной дате в республике проходит творческий конкурс для профессионалов и любителей. Мирный город, туристко-информационный центр Мордовии, кафедра туризма МГУ имени Огарева проводит бесплатную обзорную экскурсию. Безопасность в школе – это одна из первостепенных задач. Каждый родитель, отправляя ребенка в образовательное учреждение, в первую очередь заботится о его защите. Кроме этого, в школе должны быть предусмотрены меры по пожарной и антитеррористической безопасности, контроль за здоровьем школьников, состоянием здания, а также важно помнить о правилах ознакомления общественности с мерами безопасности. Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является организация охраны здания, а также территории с целью защиты учащихся и персонала от различных преступлений. Однако печальные события вчерашнего дня показывают, что вопрос безопасности детей должен быть проработан намного тщательнее. Напомним, что утром во вторник, 11 мая, стало известно, что в одной из школ Казани произошла трагедия. Первый учебный день после майских выходных в Казанскую гимназию номер 175. Ворвался с оружием 19-летний парень, бывший ученик этой школы, и устроил стрельбу. В результате семеро детей и учитель погибли на месте. 18 детей находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести. Несколько человек в тяжелом состоянии. Сегодня, 12 мая, в Татарстане объявлена Днем Трауров память о погибших. В связи с трагедией в школах по всей России начались массовые проверки мер безопасности. Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Сдунов поручил провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в учебных заведениях региона. Одна из основных задач – должны быть приняты решения по усилению действующих мер безопасности детей на объектах социальной направленности, в школах и детских садах, учреждениях социального профильного образования, а также дополнительного образования и спорта. Длительные выходные для большинства людей – это время отдыха. Однако, как показывает статистика, именно в этот период увеличивается количество нарушителей. Как сообщает Министерство внутренних дел Республики, на майские праздничные дни активизировались мошенники. Еще одной проблемой стало увеличение количества нарушений как на дорогах, так и на улицах города. В период с 1 по 10 мая в Мордовии зарегистрировано 33 граждан, 6 грабежей, 3 факта свыта поддельных денежных купюр. 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 2 к социальному мошенничеству. В Республике произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы, в том числе один ребенок. Также поздним вечером 9 мая, когда на улицах стало менее людно, неизвестная семья занималась сбором денег с вечного огня. По данному факту, отделом полиции номер 3 ОМВБ России по городу Сарас проводится проверка. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Выходные закончились, а противоправные действия продолжаются. Следственными органами Саранска устанавливаются личности неизвестных, которые демонтировали два флагштока, расположенных на путепроводе улиц Севастопольской и Александра Невского. Установлено, что ночью двое молодых людей направлялись в сторону улицы Ворошилова, сняли флагштоки с полотнищами красного и синего цветов и выбросили их с моста. При этом свои действия они снимали на мобильные телефоны. В этом году Саранск отметит солидную дату со дня основания города – 380 лет. В праздничной дате в республике проходит творческий конкурс «Я люблю Саранск». Отмечается, что проект проводится по двум номинациям – фотоработы и рисунки. В каждой жюри определит победителей в двух группах. Первая группа – это школьники и воспитанники детских творческих центров, а вторая – студенты художественных учебных заведений и профессиональные художники и фотографы. Творческие работы победителей конкурса станут основой для немаркированных почтовых карточек, которые Почта России выпустит ограниченным тиражом. Работы принимаются по 15 мая 2021 года. Время осталось совсем немного. Итоги конкурса подведут уже 20 мая. Награждение победителей пройдет в дни празднования юбилея Саранска. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Туристко-информационного центра Мордовия. В нашем городе Туристко-информационный центр Мордовии и кафедра туризма МГУ имени Огарева в рамках акции «Мирный Саранск» проводят бесплатную обзорную экскурсию по городу. Цель такой акции – увидеть Саранск новым взглядом, оценить его красоту и поблагодарить советских воинов, которые подарили прекрасный и мирный Саранск. Подобные бесплатные экскурсии уже прошли в нашем городе 6 и 11 мая. Следующие запланированы на 19 и 21 мая. Чтобы стать участником, необходимо заранее записаться. Подробную информацию можно найти на сайте Туристко-информационного центра Республики. Отмечается, что экскурсии проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В Саранске пройдут республиканские соревнования по подводному спорту. Они состоятся уже в эти выходные, а именно с 14 по 16 мая – плавательным и прыжковым бассейнах Дворца водных видов спорта. В соревнованиях примут участие свыше 160 юных спортсменов, представляющие спортивный центр «Старт», бассейн «Студенческий» и спорткомплекс «Мордовия». Уже по итогу данных состязаний будет сформирована сборная команды Республики на первенство России по дайвингу, которая пройдет в конце мая в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург Вспоминаем, что в Мордовии продолжаются вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Всего в Мордовии планируется привить 60% от взрослого населения или 394 059 человек. В первую очередь прививаются люди старшего возраста, пациенты с хроническими заболеваниями, педагоги, медицинские и социальные работники. Сегодня в городе вновь поднялся сильный ветер. МЧС по республике объявила оперативные предупреждения. 12 мая в Саранске и местами по Мордовии порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. А сейчас пришло время узнать, какой прогноз погоды подготовили синоптики на завтра. В четверг 13 мая в Саранске ожидается переменная облачность и осадки в виде дождя с грозой. Столбик термометра в ночное время опустится до отметки в плюс 13 градусов, а вот днем максимальная температура воздуха составит плюс 21 градус по Цельсию. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Год назад, 13 мая, в городе было пасмурно, но холоднее, плюс 7 градусов. 10 лет назад, в 2011 году, в этот же день в Саранске было облачно и плюс 10 градусов по Цельсию. Это были все новости к этому часу. С вами была Надежда Русяева. Мы продолжаем следить за обстановкой в городе и держать вас в курсе событий. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова